Здравствуйте! Вы смотрите торговый календарь валютного рынка, подготовленный для вас компанией ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. В начале предстоящей недели рынки будут следить за выходом следующей макроэкономической статистики. Так, ранним утром в понедельник в Японии опубликуют данные по ВВП за второй квартал. Аналитики прогнозируют сокращение экономического роста на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Напомним, что относительно четвертого квартала японский ВВП увеличился на 1% в январе-марте. В годовом выражении темпы экономического роста ускорились до 3,9% с 1,1% кварталом ранее. Это лучшая динамика за последние два года. Экономисты прогнозировали увеличение лишь на 2,8%. Текущий рост обусловлен в основном внутренним спросом. Кроме этого, в последнее время заметно усилилось влияние ослабления курса иены. Экспортный сектор в минувшем квартале вырос на 9,9% в годовом исчислении. Увеличению также способствовал рост объема товарных запасов на складах. Однако у накопления запасов есть и другая сторона. Если продукция медленно раскупается потребителями, то это может говорить об ухудшении ситуации в экономике. Во вторник в США будет отчет по числу выданных разрешений на строительство. Экономисты предполагают, что в июле было выдано 1,2 млн. разрешений. Для сравнения, в предыдущем месяце число выданных разрешений на строительство возросло на 7,4%. До 1,340 млн. Экономисты прогнозировали меньшее повышение. До 1,160 млн. При этом число закладок новых фундаментов жилых домов в США повысилось на 9,8%. Рост данного показателя связан с увеличением объема строительства многоквартирных домов. При этом строительство частных домов сократилось на 9,1%. В среду в США будет еще один ожидаемый индикатор – индекс потребительских цен. В июле прогнозируется замедление роста индикатора на 0,1% по сравнению с предшествующим месяцем. Напомним, что тогда рост индекса составил 0,3%, на 0,1% меньше, чем в мае. Июньское значение показателя полностью соответствовало прогнозам аналитиков. Также совпало с оценками аналитиков и годовое значение американского индекса потребительских цен, которое повысилось на 0,1% в июне после предыдущего нулевого роста. Кроме вышеперечисленной статистики, в понедельник выйдет производственный индекс Empowerment Manufacturing в США. Во вторник в Австралии публикуют протокол совещания Центробанка, а в Великобритании выйдет индекс потребительских цен. В среду в США предстоит публикация протокола недавней встречи ФРС, которые с нетерпением ждут рынки.